Что освоил ты за эти долгие годы образовательных программ? Я научился играть в шахматы, я научился еще на программировании собирать и программировать роботов. Ученик начальной школы Егор Гуськов хвастается перед главой региона своими достижениями. В Доме научной коллаборации юный исследователь занимается уже два года и за это время научился не только собирать и разбирать роботов из обычного конструктора. При правильном подходе фигуры, сделанные его руками, оживают и двигаются при помощи специальных сенсорных датчиков и управления с планшета. Здесь он препятствия видишь? Да. У исследователей постарше задачи сложнее. Студенты технического университета, к примеру, разработали цифровые модели строительства многоэтажных домов. Мы можем посчитать, сколько грунта нужно выкопать, сколько это займет объема работ, а также заканчивая отделкой помещения, например, сколько штукатурки потребуется для данного дома. Изучая научные разработки, можно даже узнать, как делают настоящее лекарство для нефтяных скважин для обеспечения их нормальной стабильной работы. И самое главное, у каждого представленного в Доме научной коллаборации проекта есть будущее и коммерческая составляющая. К примеру, студентка Ксения Ковалева планирует делиться своими идеями и разработками с крупными нефтяными компаниями. Да что там региона? России. Планируем взаимодействовать с нефтяными компаниями, но это дальнейшее после проведения дополнительных опытов, также на промысловых площадках, то есть непосредственно на скважинах. Посетить дачу мецената Головкина и особняк Клотта при помощи объемного изображения, разработанного юными учеными. Выяснить, как защитить трубы от коррозии при помощи двухкомпонентного эпоксидного состава. Один проект интереснее другого, отмечает губернатор, и долго беседую с ребятами о тонкостях каждой из представленных научных разработок. Моя задача как губернатора, чтобы родная земля развивалась, что здесь все, что может крутиться, крутилось и вертелось, все шестеренки и все гаечки, значит, все производства работали. И, конечно, появлялись новые производства, появлялись новые инженерные компании, появлялись компании инновационные. Встреча с юными исследователями завершилась общением в формате «Вопрос-ответ». Губернатор региона поздравил студентов с праздником, поблагодарил за представленные проекты и пожелал воплощения самых смелых инновационных идей. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.